Всем привет! Дорогие мои подписчики, с вами Севен, и мы играем очередной матч Национальной Хоккейной Лиги, играем мы против Бостона, с вами играем мы за Монреаль Канаденс, и мы начинаем, пожелаем мне удачи, и надеюсь мы сегодня победим. Бержерон, так, немного подлагивает, но вроде как более-менее нетерпимо. Маршант. Кронваль. Так. Пока у нас даже ни одной атаки-то нет, по сути. Радулов. Ну и здесь Хар встречает. Просто убийственным броском, точнее убийственным ударом в жопу. Радулов, давай, беги-беги-беги. Ах, не получилось немного. Кронваль. Отлично, шайба перехвачена. Идем, идем, ребят, идем вперед, здесь офсайд. Не знаю, почему мои игроки находятся за... В синей линии я не могу понять, почему так происходит. У нас довольно-таки печальное турнирное положение, поэтому надо как-то что-то, что-то менять. И просто как бы нет пока возможности на самом-то деле играть. И вот как только появляется возможность, сразу играю. И мы идем там, что ли, на десятом месте, или на одиннадцатом, я точно не помню. И у нас всего 15 игр, а надо сыграть 30. Ну, понимаете, как все печально. Ой, поликанец, отлично. И вышку сразу туда, в девитос. Ну, моя любимая точка, уже девяточка там. Плеканец, поликанец, не знаю, как правильно. И тут Раск, если, по-моему, там Раск стоит, и не смог выручить, как бы. И надо было сразу бросать. Ну, была бы просто похожа шайба, не хочется, конечно, одни и те же шайбы сбивать. Ой-ой-ой, вот это зря, конечно, было. Сам себе привез практически опасный момент. Ладно, хорошо, что так все закончилось. Ну, здесь прямо по центру бросок, не знаю, вообще, ни обдуманный, ни... Невзвешенный какой-то. Надо было хотя бы в уголок бросать. Не смог я, не успел на стрелку нажать. Редмонд. Крысок. Ой, тоже девяточку летел, и тут уже Раск смог выручить свою команду. Плеконец. Кинг. Неплохо-неплохо было задумано, но реализация немного подвела Нэш. Здесь стандартно. Плеконец. Кинг должен быть первым на шайбе, но не получается, к сожалению. Вебер. И у нас свеженькие игроки. Вот. Хороший был момент. Сколько раз вот так выходил один на один, и бросал противоход, и как бы все равно не получал забить. Не надо бросать там противоход, надо бросать в ближний угол. Ну, я так думаю. Ну, почему-то все время, когда возникает такая ситуация, я начинаю бросать именно в противоположную сторону. И ни разу, ни разу у меня не было возможности, как бы ни разу я не забивал, в общем. Забили нам первую шайбу. Ну, пока счет 1-1. У нас отключился Плеконец, Плеконец. У них, я не помню, я не видел кто. Марков. Вот. Ну, может тут один что-нибудь попробовать сделать, не получается. Маршант. Чара. Чара хоть и большой, но его все-таки можно остановить. Я не помню, когда я последний раз с кистей забивал. Вот честно вам говорю, я уже сколько пытаюсь, никак не получается. Когда вы-то пофиксили эту тему, ну, хороший-хороший был момент. Гольченюк. Как-то я на видео говорил то, что гольчонок, а там оказывается гольченюк. Мне было настолько неприятно, вы бы знали. Это было настолько стрёмно. У нас оказывается, босс на то в большинстве, а я даже не знал. Первый период закончен, немного перебрасываем по броскам. Так-то игра равная, что по счету, что по опасным моментам Марков. Все, отлично. Вебер вышел у меня. И, по сути, так ничего не получилось-то сделать у Бостона. У моих ворот. Ой, отлично. Отлично. Все было в одном касании, прямо как я люблю. Но чуть-чуть не получилось. Здесь ты вряд ли пройдешь, братан. Емелин. И попробуем с кистей бросить. Тут тоже нет никого. Не даем, не даем, не даем. Вот. Ой, ну как так было бесхитростно прям бросить в него с такой прям выгоднейшей позиции. Еле-еле как здесь успел до офсайда. Прямо. Не попробуем снова сбить. Нет, не получается. Верхний угол закрыт уже раском. Учится наш парень плеканец. по сути, все правильно делает. До этого я играл матчи с... С кем я играл-то там? С Лос-Анджелесом. Парень просто тупо встает перед воротами. И большинство бросков он просто... просто закрывает своими игроками. По сути, да много кто так делает. Только какие-то там, я не знаю, начинающие игроки так не делают. А остальные, по сути, это все таким образом и защищают ворота. Вот хорошо, хорошо он комбинирует на самом-то деле. Очень хорошо играет. У меня пока ничего не получается. Даст, наверное, пятак, нет? О-о-о, отличная шайба. Вроде тоже стоял перед воротами, махала клюшка, что-то ничего не получилось. 2-1 мы начали проигрывать, но, по сути, по делу. Давайте скажем честно. Финалда. Марков. Ну, должен, должен зацепить же. Ну, как так-то получилось? Ну, ё-моё, ну, немного же отставал. Ой, с кистей обратно забита шайба. Не знаю, как их можем догнать, сможем ли вообще. Пока никаких предпосылок на самом-то деле нет. Даже здесь не дают сбить. Радулу должен быть первым на шайбе. Я не знаю, почему он снова не первый. Хара, у нас 6 минут осталось до конца второго периода. Мы проигрываем 3-1. Чуть нам четвертую сейчас не забили. О-о-о, как все печально-то. Как все печально. Ой, я даже тоже готов был посмотреть бы повтор, если бы он не нажал, блин. Ну, вот такая печальстая шайба-то залетает. Уже 4-1 не проигрываю. Не вижу смысла менять вратаря. Честно. Даже понять не имею, кто там второй вратарь у Монреаля. Ну, вот как-то так. Просто залетает все, что угодно. Я вообще поражаюсь некоторым голам в Монреалке. Они настолько неправдоподобны. Они настолько смешны. И я просто не понимаю, когда вратарь от синий пропускает между ног не знаю, шайбы, которые катятся, не знаю, со скоростью, вот с очень маленькой, в общем, скоростью. Не то, короче. и здесь такая же ситуация. Бьет с неудобной руки. Удар-то не сильный. Не знаю даже. Емелин. Ну, в этом матче у нас вообще ничего не получается. Ну, и соперник хорошо играет. Давайте скажем честно. Ох, закатали нам четыре шайбы во втором периоде, и я даже не предполагаю, что мне надо сделать, чтобы хотя бы забросить пару шайб, не то, чтобы там полностью догнать соперника. попробуем, конечно. Ну, и здесь просто провал, короче, полный в обороне. и как-то все легко дается боскому. Не помню, когда я последний раз так проигрывал. Ну, все-таки когда-то бывает первый раз. Ну, вот опять я противоход бью, а не в ближний угол. Ну, надо приучить себя. Просто на эту кнопку удобнее нажимать в этот момент. Из-за этого уж получается, что ты нажимаешь на вправо и бьешь противоход. Плекарниц. Нэш. Попробуем забить, что ли? Ну, вот, получилась такая шага. Ну, стрёмно. Как-то это называется? Какое-то есть понятие там у бешеных хоккеистов это, по-моему, что-то как-то тоже, ну, типа нечестно, короче, тема. Нельзя так забивать. Я не помню, не помню, как это называется. Но, по сути, если мы хотим догнать, нам надо забивать уже сейчас. И времени-то в обрез. ой, ой, ну, что это было такое? Воротчика нет. Бросай, не хочу. Прайс. Даже не можем попасть в створ. Что за мать твою происходит вообще? Ну, вот же, один, я не про него, конечно, говорил, мне ему надо было пас давать. Ай-яй-яй-яй-яй, вот на Радулову бы, если пас прошел, был бы просто, я даю верняк, был бы гол. Радулов, даже Радулов ничего не может сделать. Радулов он убирает шайбу. По центру. Ну, и все, тут блочит абсолютно. Ну, ну, есть момент, есть момент, хотя пару шайб не должны были еще забить. я знал, что он даст туда пас. Играешь, конечно, немного с игроком, уже примерно понимаешь, что он возможно сделает в той или иной ситуации. Потом легче становится играть. Несмысленный бросок. Просто я реально не знал, что в этот момент делать. Ну, как-то уж очень легко у него игроки выходят от моих видео, просто он просто топит ускорением, я не успеваю за ним. Неужели у Бостона такие прям серьезные игроки? Вроде и по скиллу она намного слабже. Догнать я не могу. Я ни на что не намекаю, я просто говорю. Бержерон даст пас, но 100%, нет? Ну, видите, я начал спрессовать второго игрока, он сразу заметил и по сути не стал уже. не знаю, ребят. Ну, вот, хорошая была комбинация. Прямо открывались четко. Марков. От, 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 закрыли сразу же. Вебер, шоу, от, бросает, не попадает. Это просто печально. Ой, это был еще лучше бросок, это просто фейл был. Таких с двух метров просто тупо куда-то в небеса лепить. Ну, кто, кто-нибудь хотя бы, блин, откройтесь, ебаный ты в рот. Шоу, 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 бержерон. Ууу, бацаны, я пописал уже 8 шайб. Что, мать твоя, происходит? Я как-то, я не знаю, почему я так действую, у меня вообще ничего не получается. Может, напишите в комментариях, что я делаю не так. Я просто хочу какого-то разнообразия в шайбах. Вот и все. У меня как бы, я вот забил 11, там, в девятку, да? И у меня как бы, были еще возможности так же забить, но я этого не сделал. А он штампует, штампует, тут уж девятый мне забил, и я не знаю, что происходит. Ну и воротчик тащит. Ну, даже здесь он успевает. 12 секунд, друзья, осталось. Я рассчитывал на то, что я его хотя бы, как минимум, догоню, а тут не то, что не догнал, тут пиздец. Других слов нет. Вот такой был печальный просто матч, проиграли 3-9, и по броскам перебросали-то вроде, ну, е-мое. Ну, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ждите новый матч, отписывайтесь в комментарии, и всем хорошего дня, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok,